Здравствуйте. Настал такой момент, когда в нашем рассказе об интеллектуальной истории человечества всплыл такой вот замечательный персонаж, как Христофор Колумб. Он вообще, можно сказать, азбучный, что ли, или хрестоматийный. Колумбом называют любого человека, сделавшего какое-то необыкновенное открытие. Ну, Колумб, Америку открыл, так обычно иронически говорят. Но, тем не менее, вот факт остается фактом. С Колумбом вообще судьба играла постоянно какие-то злые шутки, между прочим. Открыл Америку, Америку назвали именем совсем другого человека, именем Америгу Веспуччи. Так получилась, такая вышла ошибка у картографов, по сути дела. Хотя Америгу Веспуччи тоже человек не посторонний для открытия Америки, но тем не менее. Вот эпоха, начиная с середины 15 века, и где-то на Западе кончают это середины 16 века, у нас середины 17 века, в русскоязычном, так сказать, варианте. Называют эпохой великих географических открытий. Надо было открывать мир, планету. Вот тут у меня есть замечательная картинка, карта мира, вот как мы сейчас ее себе представляем. Чудная такая карта мира. И в то время более-менее хорошо была известна Европа, ну, причем, скажем так, вот эта вот та часть, которая примыкает к омывающим ее морям и океанам. Вот это вот уже глухая, темная территория, которую кто называл Татарией, кто называл, там, что-то такое, так сказать, Гипербореей, кто как называл. Вот. И Ближний Восток. Вот это он более-менее известный был. Ну, и все побережье Средиземного моря. Главными мореплавателями на тот момент из европейцев были итальянцы. Это, имеется в виду, речь идет о знаниях европейцев. Естественно, у китайцев были свои представления о мире, но мы как-то вот, наша цивилизация растет так или иначе из Европы, из европейских корней. И вот так получилось, что, ну, в общем-то говоря, представления о мире на тот момент были вполне определенные. Европейская публика, ученая, знала о существовании Индии, о существовании Китая. Дело в том, что как из Индии, так и из Китая в Европу поступал товар, шелк. Очень важный был товар для европейца. Дело в том, что это единственное, ну, природное волокно, а по ткани, сделанной из этого волокна, не может ползать насекомое, вши. В ту пору вся Европа была очень завшивлена, что называется. И вот это вот стратегически важный был товар для аристократии, чтобы, значит, вот с одежды, сделанной из шелка, вши просто скатывались, падали. Вот для таких вот богатых людей, для аристократов, нет, чтобы придумали просто взять и хорошенько помыться. Да, нет, они ходили в шелковых одеждах. Вот это вот долго не прививалось. С Ближнего Востока в Европу во время крестовых походов попало мыло. Но как-то вот привычки мыться, европейцы вот регулярно вот так мыться, они очень долго ее осваивали. Так уж получилось, вот, вот, чего не поделаешь. Зато у них развивалась очень парфюмерная промышленность. К эпохе Великих Географических Открытий, как мне кажется это неожиданным, значит, потребность в неких консервантах возникла. Дело в том, что в Европе климат достаточно теплый. Это не Россия, где полгода, в общем-то говоря, зима. То есть полгода мясные продукты можно хранить на ледниках, оставшиеся полгода тоже как-то пытаться сохранить, значит, на льду, запасенным зимой. А в Европе вот эта вот проблема с мясом всегда была совершенно жуткой, потому что полежит мясо и начинает портиться. Начинает портиться и ее не втянешь, как говорится, в себя. Вот на данный момент у южноевропейских народов, итальянцы, греки, грузины, вы замечали, какая у них кухня, да, острая, да? Вот то, что делают они для других, для северян, для нас, это совсем другая кухня, что для них. У них вообще такое в рот возьмешь и все обожжешь перцем. Почему? Потому что вот это вот употребление, чрезмерное употребление пряностей было связано как раз с попыткой дезинфекции немножко подпорченного постоянно хранением в теплых условиях мяса. Не было холодильников, не было рефрижераторов на тот момент. Вот такая была проблема. И пряности поступали с Востока. Так получилось, что вся торговля с Востоком оказалась в руках итальянских купцов. И как сказать, ну что значит в руках итальянских купцов? Она вся проходила через, так сказать, Турецкую империю. Турецкая империя Европу отрезала от Востока, от восточных пряностей. И появилось такое вот желание у европейцев наладить длительные контакты, значит торговые контакты, вот такие вот дальние, не длительные, а с помощью дальних каких-то плаваний с Дальним Востоком, с островами пряностей. То есть Индия, вот эти вот, Юго-Восточная Азия, вот оттуда нужно было везти какие-то пряности. Гвоздику, имбирь, корицу, вот что-то такое вот оттуда нужно было везти. Вот такие вот проблемы были с пряностями. Нужно сказать, что все вот эти вот отважные мореплаватели, Леваско-де-Гамма, Магеллан, плавание все эти проходили очень трагически. Там возвращалось процентов 10-20 из тех, кто отправился. Корабли приходили в полную негодность, возвращалась далеко не вся эскадра или флотилия, отправившаяся в путь, а несколько всего судов. Но тех пряностей, которые они привозили, с лихвой хватало, чтобы окупить эту, значит, экспедицию. Окупить эти экспедиции. Так вот, Колумба не было бы, можно с уверенностью сказать. Дело в том, что в Европе, несмотря на то, что когда-то норманы путешествовали в Северную Америку, когда-то в Северной Америке, вот сейчас археологи находят, были поселения норманов, значит, прекратившие последствия существования, не было бы Колумба, если бы не один загадочный человек. Это Марко Поло. Нам принято, как говорит, вот у нас был такой Марко Поло, который в 14 веке совершил свое путешествие в Китай. Так вот нам мы всегда рассказываем. И Марко Поло написал свою книгу. Вообще, в том, что, вот я сейчас озвучил, сплошные недомолвки, недосказанности и легкие искажения. Ну, во-первых, он итальянцем не был. Он родом был из современной, как говорят, из Югославии. Он был хорватом, скорее всего. Дело в том, что, может быть, в ту пору и не сформировалось еще вот это вот разделение единого народа на сербов, хорватов и боснийцев. Сербы православные, хорваты католики и боснийцы мусульмане. В шутку говорили так, что во времена Социалистической Республики Югославии, хорваты это те, кто не ходил в католический храм, сербы те, кто не ходил в православные, а боснийцы это те, кто не ходил в мечеть. Ну, такая была шутка. Значит, при социализме как-то к религии люди были равнодушны, а когда Югославия стала распадаться, вдруг все вспомнили, вот кто они есть. И вообще язык-то это называется, так сказать, сербо-хорватский, на котором они говорят. Так вот, Марко Поло родился в Хорватии в современной. И Хорватия была, так сказать, в зоне интересов итальянских купцов, флоренция, флорентиец. Он был, так сказать, по своему положению и, ну, по своему, так сказать, месту проживания, да, деятельности. Братья у него были старшие. И вот братья его старшие, когда ему было 17 лет, то есть он был еще человек, так сказать, очень молодой и не совсем самостоятельный, отправились, как утверждается вот в книге, так называемой книге про путешествия Марко Поло, отправились на восток. Отправились они вроде как в ставку монгольского хана, куда-то там в Каракарум, видимо. Видимо, в Каракарум они отправились в каким-то своим торговым делам. По не совсем понятным причине они избрали себе маршрут через Восточное Средиземноморье, через Персидский залив. Потом они из Персидского залива рискнули было отправляться дальше морским путем. Не совсем понятно, как в Монголию попасть морским путем из Персидского залива. Значит, потом они поглядели на суда, на которых им нужно было плыть, сильно засомневались. Эти суда были против их итальянских судов, к которым не привыкли, значит, слишком какие-то ненадежные. И отправились сухим путем, через, так сказать, Памир, через крышу мира. Вот они отправились в Монголию. Вот. Ну, так уж получилось, что протоптанная дорожка итальянцами тогда в Монголию существовала. И пролегала она через Южную Русь, через степи. Во всяком случае, вскоре после Батыева нашествия в Ставку Каракарум отправлялось посольство Папы Римского. Именно через Киев они следовали и оставили воспоминания о том, что вот они следовали через разрушенные южно-русские города. Киев, в частности, непохороненные всюду валялись люди. То есть, жизнь прекратила существование на юге России. Только где-то в лесах там еще какая-то жизнь оставалась за лесами, за реками. Там где-то вот Московия, Рязанщина, Владимирщина, Новгородщина. Там вот Россия уцелела от этого, значит, татарского нашествия. Ну, вот такие вот, значит, сказки. Значит, знающие люди, знающие люди, я имею в виду люди, разбирающиеся в драконах, утверждают, что Марко Поло создатель одного из видов, так сказать, драконов. Ну, драконы, ясное дело, существа несуществующие. Он, значит, придумал дракона со змееподобным телом, без крыльев, но на лапах. Вообще, это очень сильно напоминает варана, правда? Нечто, напоминающее змею на лапах, но без крыльев. Варан. Крупный варан, который бегает по пустыне. Скорее всего, просто он видел его. Вообще, вот эта книга «Рассказы путешествия» про Марко Поло содержит, наверное, все географические сведения, которые на тот момент были известны в Европе. Три года он путешествовал до Монголии. Семнадцать или пятнадцать лет он служил при Монгольском дворе, занимался какими-то выполнением каких-то дипломатических миссий в Китае. И у него много рассказов о Китае у Марко Поло. И вот в этих рассказах содержится только то, что уже было известно из других источников про Китай. Например, такая вот подробность, как, например, бинтование ноги у китайских девочек, девочки из аристократических семей, из богатых семей, вплоть до, наверное, чуть ли не до двадцатого века, у них положено было бинтовать ножку с раннего детства, чтобы она была очень маленькой. Это деформировало кости. Ребенок был все время, так сказать, неудобствованный забинтованной ногой. В зрелом возрасте самостоятельно даже передвигаться было очень трудно. То есть, вот женщина с такой ногой, ну, наверное, в общем-то, работать в поле не могла. Вот такая вот была традиция. Был такой деятель коммунистической партии Джо Инлай, в свое время очень уважаемый в Советском Союзе в годы моего детства. И вот он рассказывал, что его бабушка, его сестре постоянно бинтовала эти ножки, чтобы они были маленькими. Но он говорит, бабушка, зачем ты это делаешь вообще, ну, ты уродуешь ноги моей сестре. Она говорит, ей это не нравится. Она говорит, видишь ли, говорит, внучек, когда она подрастет, она мне только спасибо скажет. Потому что если я сейчас не буду бинтовать ноги, ноги вырастут, и она когда будет взрослой, ей это очень будет. Но я тоже была маленькая, говорит Джо Инлай, его бабушка. Мне тоже бинтовали ножки, и мне тоже это не нравилось. Но теперь, когда я выросла, я поняла, что так и должно быть. Вот такие малюсенькие башмачки, как у маленьких детей носили в ту пору китайские женщины. Вот ничего этого, что, естественно, европейцу должно было броситься в глаза, у него нет. В описании к Марку Полу нет. Любопытно, что отработав там, значит, 15 или 17 лет дипломатическим посланником, якобы он с внучкой Чингисхана, дочкой сына Чингисхана Хубилая, Хубилай Хана, отправился с ней, почему тут итальянцу доверили сопровождать, вернее, не итальянцу, да, славянину, доверили сопровождать дочку Хубилая в Персию, она туда была выдана замуж. И с Персии дальше он, значит, добрался до родных мест, до Италии. А в ту пору в Италии была война между различными итальянскими государствами. Флоренция с Венецией воевала, и попал он в плен. Он был командиром, вроде так, или начальником этой самой, как это называется, там, грибной судна, галеры. И попал в плен. И вот, будучи в плену, сидит он в тюрьме, и сокамерникам истории рассказывает, как говорят, так сказать, травит всякие байки. И среди его сокамерников оказался один уроженец Пизы, так сказать, пизанец, тоже пленник, который возьми, да и запиши эти истории. Вот он их записал и публиковал на французском языке. Вот с тех пор, собственно говоря, и появилась вот эта вот, значит, история, слава. Вообще, был он человеком Марко Пол, очень таким оригинальным, известным у себя на родине. Его прозвали Синьор Миллион, потому что вот его вот эти рассказы преувеличены. То ли он был действительно очень богат, кто говорит, что он богат был. Ну, хотя пускать пыль в глаза не такое сложное занятие, показаться богатым очень просто. Но, во всяком случае, достоверно известно, что в старости он тиранил своих дочерей и свою жену по части безудержной экономии. Вот это вот как-то с прозванием Миллион немножко не соответствует ему, да? Вот красочная картинка, которая изображает путешествия, значит, это картинка книги, описывающие путешествия Марка Пола. Их стало, кстати говоря, было несколько этих книг. Эти книги, ну, переписаны были, то есть одни авторы пересказывали, значит, немножко своими словами, что-то добавляли, что-то убавляли. Вот на этой картинке Марка Пола при дворе китайского императора. Вот так вот он что-то там изобразил. Художник изобразил, конечно, все это на европейский манер. Короны, какие-то вот мантии. Ну, вроде как на настоящий исторический Китай едва ли это похоже. Как горностаевая опушка у мантии этих. Явно не китайская, достаточно сходить в Музей искусств народа в Востоку, чтобы убедиться, что к Китаю данной картинки никакого отношения не имеет. Кстати говоря, в этой книге были, целая страница была посвящена современной России. Вот, говорит, что есть там на севере территория, где живут, значит, светлокожие люди. Женщины у них, значит, мужчины у них красивые, женщины у них русоволосые. Вот. Ну, и тоже ничего себе вроде как, чтобы не обидеть, было сказано. И вот он сам там не был. Ну, вот это вот, то есть, согласно этому описанию, он там, значит, не был в России. То, что сейчас мы называем Россией. Но, тем не менее, он ее, значит, описывал в своей книге. И как-то вот, он ведь, эта книга была не только скопищем разных вот фантастических историй, там, про разных там джиннов и змеев. Она была, как бы, дневником путешествия. По ней можно было определить расстояние, на которое они перемещались, путешествуя в Китай. Они, это, значит, путешественники, с которыми два старших брата, с которыми вместе путешествовал Марко Поло. И тогдашние теоретики, вот они географами не назывались, они назывались космографами. То есть, те, кто описывает, так сказать, космос, вот эту вот всю вот нашу планету, тогда так вот назывались эти ученые, назывались, так сказать, космографами. Реальных карт не существовало, и поэтому приходилось как-то вот пользоваться косвенными данными. Ну, во-первых, были очень хорошие данные относительно размеров Земли, еще полученные древними греками. Так или иначе, их приходилось учитывать. Ну, средневековые ученые, средневековые космографы, итальянские космографы, кстати говоря, в основном были. Итальянцы делали карты, картография. Это тоже итальянское занятие было. И вот космографы теоретически посчитали размеры суши. Оказалось, что суша, вот это вот Китай, Индия, кончаются очень недалеко от Европы, если Земля круглая. Были теоретики, которые полагали, что Земля не просто круглая, а имеет форму груши. Вот, кстати говоря, дважды заблуждался Христофор Колумб. С одной стороны, он заблуждался в размерах океана, который отделяет Европу от Азии, от Китая и Индии. С одной стороны, он в этом вопросе заблуждался. А с другой стороны, он заблуждался в форме земного шара. Значит, считал, что он не шар, а груша. Он считал, что пересекать вот этот океан там внизу, значит, как мы сейчас на карте рисуем, ближе к экватору, это гораздо, так сказать, короче и безопаснее, чем в другом месте. Ну, надо сказать, что вот Колумб был человек совершенно фантастический. Жил он в Италии, он был генуезец. Про его детство, скажем так, про молодые годы существуют разные сведения. В силу того, что это Колумб, большая величина в истории географических открытий, итальянцы много сил потратили, чтобы по архивам пособирать про него данные. Оказалось, что Колумб, скорее всего, был сыном суконщика и до 20 лет, по всей видимости, занимался тем, что вместе со своим отцом ткал сукно. Правда, по его собственным утверждениям, которые где-то в его письмах проскальзывают, он с 14 лет был моряком. Ну, может быть, он немножко, значит, таких в саморекламных целях себе это вот добавил. Человек, он был образованно явно, знал латынь, по крайней мере, это уже, значит, явно признак некой такой университетской учености. Называют совершенно голословно, причем без опоры на документальное подтверждение, вот в отличие от суконщика, что подтверждено документами. Вот учеба его в университете ничем не подтверждена, нигде нет ни на обнаруженной средней, что в каком-нибудь итальянском университете он учился. Но, тем не менее, называют какие-то университеты, где он, возможно, учился. Но он был человекообразован, это факт. Об этом все говорит. Так вот, по обыкновению того времени он отправился искать счастье на чужбине. Он плавал, вообще-то говоря, под итальянским, скажем так, флагом, хотя такого флага тогда не было, но он был, так сказать, с итальянскими купцами плавал. Был в восточном Средиземном море, был на острове Хиос, вот такие вот известные факты. Остров Хиос, это там в греческом архипелаге, в восточном Средиземном море. То есть он был все-таки уже опытным в какой-то степени мореплавателем. Плавал, правда, он в пределах Средиземного моря. А в ту пору Португалия активно занималась экспансией у побережья Западной Африки. Острова, вплоть до Гвинейского залива. В ту пору уже, значит, португальцы доказали, доказали, что тропики проходимы. Со времен Птолемея считалось, что тропики непроходимы. То есть тропики, такая совершенно безжизненная часть земного шара, выжженная солнцем. Ну вот, значит, к тому моменту португальские мореплаватели добрались до мыса Доброй Надежды. Они, правда, назвали его мыс Бурь. По возвращении португальский король переименовал его в мыс Доброй Надежды, кстати говоря. Вот, и, значит, Христофор Колумб отправился служить в Португалию на заработки. Женился там на португальской некой Донне. Жил с ней на одном из островов, осваиваемых португальцами. У этой Донны там было какое-то имение. Дети у него были, несколько детей. И дальше какое-то темное место в его биографии. По каким-то причинам он вместе со своим старшим сыном, которому в тот момент было то ли пять, то ли шесть лет, оставил Португалию и отправился искать счастье в Испанию. Вот это вот, где в его голову пришла идея трансатлантического путешествия в Китай, неизвестно. Неизвестно. Факт тот, что, прибыв в Испанию, он стал искать себе службы. Службы он не находил. Жизнь у него была не очень сладкая. И он стал носиться везде с идеей вот этого трансатлантического путешествия. Он предлагал всем вот этот вот проект. Но проект, значит, никак не проходил. И он был типичный, как сейчас говорят, лузер, то есть неудачник. И вот представляете, вот он потерпел крах всех своих вот таких вот мечтаний, надежд. Мечтаний на, вот так сказать, добыть где-то денег, добыть покровительство испанской королевы Изабеллы. Вот она, испанская королева Изабелла, очень важная фигура в истории Испании. Чего только она ни сделала. Она закончила войну с маврами, закончила так называемую реконкисту. Последний очаг, значит, арабский на территории Испании был ликвидирован именно при ней. Она же была инициатором гонений на крещённых арабов и крещённых евреев с тем, чтобы пополнять казну. То есть это вот негативная совершенно вещь её была. И она же и в итоге поддержала Христофора Колумба. Но это в итоге. А пока, значит, Христофор Колумб, бедный, нищий, голодный, решил отправиться назад в Португалию. И вот они со своим сыном бредут по вот этому выжженной солнцем, как я себе представляю, тогдашней Испании. Что-то в духе почти Дон Кихота Ломанческого. И вот он подходит к стенам монастыря. Я вот так себе представляю его вот это вот запылённое лицо, глаза утомлённые солнцем. Они с сыном подходят к дверям монастыря, стучат в неверие, просят привратника. Добрый человек, дай вот бедным христианам попить и кусочек хлеба поесть. Ну, привратник как-то вот сжарился над ним, дал им кусочек хлеба и воды. И так получилось, что на них обратил внимание настоятель этого монастыря. Хуан Перес его звали. А Хуан Перес был бывший духовник, то есть бывший духовный наставник королевы Изабеллы. И вот он пригласил этих вот путников, уже немолодого Христофора Колумба, его сына, к себе. Значит, расскажите, куда путь держите, что да как. Ну, положено же окормлять католиков настоятелю монастыря. Но он ему рассказал свой план путешествия через Атлантический океан. Этот план увлек настоятеля. И настоятель к бывшей своей духовной дочери, к Изабелле, с этим планом-то и вошел, как говорится. Вошел с этим планом. Изабелла его поддержала. И началась длительная торговля по организации этого путешествия. Христофор Колумб в духе, так сказать, таком вот купеческо-торговом стал выторговывать себе всякие привилегии. Ну, во-первых, он выторговал себе право на снаряжение экспедиции одну восьмую средств израсходовать сам, своих. Это вот этот вот опаленный солнцем человек, который просит кусочек воды, кусочек хлеба и попить, он собирался экспедицию одну восьмую, то есть 12,5% экспедиции на свои деньги снаряжать. С тем, чтобы потом одну восьмую доходов от открытых земель получать себе. Более того, со всего остального он тоже собирался получать одну десятую. И, значит, быть вице-королем всех открытых земель, такая должность была, значит, чин такой, вице-король. Ну, всякие привилегии себе выторговал, выторговал себе привилегии. И вот, значит, Изабелла. Та картинка, что увидели, это Изабелла в детстве, такая девочка богобоязненная. А это вот Изабелла вместе с мужем своим Фердинандом. Почему-то как-то вот в истории Фердинанд остался, ну, по крайней мере, в моем представлении, вот таким вот, так сказать, мужем Изабеллы. И все. Вот она, Изабелла, по правую руку от Фердинанда. Ну, отправили они, наверное, вместе в ладу. Ну, как-то вот Изабеллу. Изабелла полюбилась историкам почему-то больше, по крайней мере, мне. И отправился Колумб в плавание. Колумб вообще был большой оригинал. Как только он отправился в плавание на этих каравеллах Колумбовых, Санта Мария, Святая Мария, значит, это была каравелла, на которой плыл Колумб, он вел дневник, в чем не один, а два. Ну, как бы бортовой журнал это называется. То есть он вел два бортовых журнала. В одном он писал всю правду, а в другом он писал, фиксировал расстояние, пройденное им меньшее, где-нибудь на четверть или на треть. Вот так. Якобы второй экземпляр писался для того, чтобы не волновалась команда, что они очень далеко заплыли. Вообще, от момента отплытия из Испании до момента прихода на острова, значит, Центральной Америки, которую он открыл, кстати, до сих пор неизвестно, какие же именно из островов он именно открыл. Он назвал остров Сан-Сальвадор. А что это за остров? Ну, вот спорят. Разные историки называют разные острова, вот из тех островов, так сказать, Вест-Индии, из островов Карибского моря. Прошло 69 дней этого плавания. Из них в море вот непрерывно после того, как они оставили острова, с последними, значит, островами там, с которыми расстались, прошло 33 дня. Вот 33 дня по морю они плыли. Были такие байки, рассказы, что якобы на его кораблях был бунт, ему пришлось уговаривать еще поплыть. Ну, говорят, что этого на самом деле не было. Это красивая байка. Вообще, мятежи на кораблях дело было обычное, но вот с Колумбом такого не случилось. Более того, он, говорят, показал себя, как человек такой очень прижимистый. Королева, та самая Изабелла, объявила премию, ну, как награду, лучше сказать так, тому моряку, кто первый увидит вновь открытую землю. И вот ночью Колумб заметил какие-то мелькающие огоньки вдалеке. На берегу что-то там какие-то огни мелькали. Что за огни, неизвестно. Кстати, за неделю, по-моему, до прибытия к островам центрального вот этого Карибского бассейна, моряки стали наблюдать полеты сухопутных птиц каких-то, да, попугаи летали над морем, видели они плавали стволы деревьев, ветки с цветами они в море наблюдали. То есть явные признаки суши, то есть моряки предвкушали, когда же будет море. И вот на утро того дня, значит, когда Колумб ночью наблюдал какие-то огни на берегу, а может и не наблюдал он ничего, Матрос увидел вперед смотрящий, увидел песчаный берег, и ночью кричал земля, земля. Как было уговорено, из пушки бабахнули сразу. И этот матрос стал ожидать, что ему достанется вот та самая награда. Колумб ее отсудил через судью, через суды. Вот этот вот, которым одна восьмая всех доходов полагалась, он еще эту награду себе отсудил. На самом деле у него с финансами до конца жизни было очень тяжело. Вот, так что это может быть даже оправдано. Видел Колумб огни или не видел, неизвестно. Но если видел, он первую землю заметил. Если нет, значит, заметил моряк. Вот, но отсудил у него Колумб его награду. Не очень это красиво выглядит со стороны адмирала, отсудить у своего подчиненного награду. Но, тем не менее, это так. Вот очень правдоподобный портрет Христофора Колумба. Вот такое вот немножко вытянутое лицо. Вот такой вот итальянец симпатичный, в общем-то говоря. Не единожды Колумб пересекал Атлантический океан. Несколько экспедиций о нем пришлось снаряжать. Тут же начались всякие у него коллизии с ним вместе плававшими людьми. Ну, во-первых, с чем кончилось его первое плавание? Тем, что разбился его корабль. Санта-Мария, сел он на камни. Корабль погиб. Ну, правда, экипаж сняли другие каравеллы. Но каравеллы были очень маленькие. Их водоизмещение что-то было в районе 200 тонн. Ну, то есть, ну, представляете, что это такое? Это, в общем-то говоря, несколько железнодорожных вагонов. Вот это все их водоизмещение. Вот это вся их масса. Вся их масса. Весь экипаж не забрать не могли с собой. И вот 20 с чем-то человек остались на этих вот берегах американских островах. Построили они там некое укрепление. В одной из следующих путешествий Колумб нашел это укрепление разрушенным. Люди были перебиты. Ну, что там произошло, доподлинно неизвестно. Политкорректные писатели более поздних времен говорят так. Вот откуда они это взяли, непонятно. Что у оставленных Колумбом там моряков с местными жителями возникли споры из-за женщин и из-за имущества. Ну, женщины, понятное дело, были у местных жителей, а имущество, понятное дело, было только у этих моряков. Что же это были за споры такие, и откуда о них узнали более поздние авторы, когда там вообще следа не осталось от этого укрепления. То есть, разрушенные укрепления, перебиты люди. Ну, разрушенные, разграбленные, естественно. Из-за чего был конфликт, как уж это выяснили, неизвестно. Можно только гадать и догадываться. Ну, по крайней мере, историки медицины, историки заразных болезней утверждают, что именно моряки Колумба из первого своего путешествия привезли в Европу новую доселе, якобы невиданную в Европе, болезнь сифилис. Вот это вот моряки не только привезли табак, вот Колумб привез, но и вот эту вот нехорошую болезнь заразную привез он с собой. Каравелла. Якобы так выглядела Каравелла Колумба. Ну, скорее всего, это некое такое более-менее фантастическое изображение ее. Плавание Колумба. Много он их плавал. Раз, два, три, четыре плавания. В первые он с четырьмя кораблями уходил, а в другие плаванию целые эскадры были. Семнадцать кораблей было и шесть кораблей. Он устанавливал там свои порядки, законы. Он придумывал разные нововведения. Ему нужно было устроить, так сказать, выгодную эксплуатацию местных земель. Из первого своего путешествия он привез образцы золота и привез шестерых индейцев. Что вот эти индейцы, тогда быстренько-быстренько европейские теоретики, опираясь на философию Аристотеля, доказали, что вот эти вот индейцы, они как люди, но не люди, это точно. То есть они должны быть вот рабами какими-то покоренными. Вот быстро это было сочинено. Вот тут на картинке даже видно, кстати, что в одной из плаваний Колумб, в общем-то говоря, проплыл вдоль всего вот этого вот побережья Центральной Америки, или как иногда называют, так сказать, Мезоамерики. Тут в Гондурасе он впервые встретил Майя, но он это, кстати, не заметил, не обратил внимания. Кстати говоря, до конца своей жизни Колумб, ну и как, кстати, наверное, большинство его современников, которым был известен его плавник, полагали, что открыта была дорога, западная дорога в Индию и Китай. Вот туда вот, на Дальний Восток. То есть он не предполагал, что он открыл новый континент. К нему это в голову не приходило. Вот. Были какие-то поселения основаны, местное население он стал вовлекать, так сказать, в эксплуатацию, облагать какими-то налогами, да, золото должны были ему собирать. Там разводились хлопчатник, вот какие-то такие вот всякие, значит, дела, доходы. Из одного из путешествий он вернулся в Кандалах, а потому что посланный туда наместник испанской королевы с ним не поладил, заковал его в Кандалы. Когда, правда, королева узнала о том, что Колумб прибыл в Испанию в Кандалах, она возмутилась, послала ему на подъем 200 дукатов, велела его освободить и пригласила к себе во дворец в Гранаду. Помните Альгамбра в Гранаде? Вот там она, видимо, принимала Колумба. Колумб, кстати говоря, эти кандалы сохранил до конца жизни, как некую такую вот реликвию. Со своей семьей, оставленной им в Португалии, он больше не встречался. По крайней мере, в завещании о своей жене и о тех детях, которые с ней остались в Португалии, он говорит как об умерших людях. У него было двое сыновей. Один был сын, который он привез в Португалию от своей законной жене, и был еще прижит им, так сказать, в незарегистрированном браке, в гражданском браке, еще один сын после его смерти Колумба. Колумб, кстати, до смерти рассчитывал со своими долгами. Вот эту вот одну восьмую часть ему приходилось брать взаймы. Одну восьмую часть денег, которые необходимы были для снаряжения трансатлантической экспедиции, он взял взаймы и до конца жизни рассчитывался. Но зато его сыновья жили очень хорошо. Один из его сыновей был большим человеком в новом свете, вот там, значит, в Америке. И от эксплуатации золотых рудников он получал ежегодно жалование 450 тысяч унций золота, да? Это где-то что-то под 15 тонн золота. Представляете, какие сумасшедшие, значит, доходы он имел. Очень богатые были люди. Сам Колумб умер в Испании, но перевезли его туда в Санто-Доминго, в храм. Там он был захоронен, там его были родственники похоронены вместе с ним, то есть его сыновья впоследствии были похоронены, у них была усыпальница. Храм в Санто-Доминго был однажды разрушен землетрясением, кости все перемешались, их собрали все вместе в кучку и отправили в Гаванну. Вот в Гаванне он нашел окончательный покой. Гаванна, это на Кубе. Правда, жители Санто-Доминго утверждают, что гроб Колумба остался у них. Ну, то есть доподлинно неизвестно, где же на данный момент погребены остатки кости Христофора Колумба, этого великого итальянца. Один из его сыновей был женат на даме королевской крови, на родственнице короля. Значит, они в очень высокого были положения. Но, к сожалению, к XIX веку род Колумбов заглох, и, в общем-то говоря, потомков по прямой линии не осталось. Там что-то какой-то боковой женской веточки, вроде как Колумбовы потомки живы до сих пор. Ну так вот, Колумб-то, конечно, считал, что он не открыл Америку. Что он не открыл Америку. На старинных картах, на которых очень подробно, как видите, нанесена Африка и близлежащие острова португальцы. Кстати, Колумб долгое время зарабатывал себя на жизнь тем, что рисовал карты, чертил карты. Он был чертежником и чертил карты. Это вот была его работа. И вот, чертя карты, по, значит, вот этим вот, видимо, фальшивым воспоминаниям Марка Пола, значит, вот ошибочно было определено, что размер континента Евразии слишком велик, превосходит на настоящее в несколько раз. И вот все, Тихий океан весь занят Китаем, Индией, я не знаю чем, монгольскими степями. Вот так получалось. Чрезмерно добавил он. Следом, собственно говоря, за Колумбом, англичане включились в вот эту вот трансатлантическую гонку. Англичане с самого начала решили, что Колумб открыл вот некий новый континент, который на самом деле преграждает путь в Китай. Преграждает путь в Китай и вообще к этим вот островам, на которых можно запасать, было всякие имбирь и все прочие другие пряности. Наняли Кэббот, Каббот, не знаю, как правильно говорить, Джон. Он был итальянец на самом деле. Ну вот на службе английской, на службе в Англии он, значит, стал Джоном Кэбботом. Памятник ему где-то в Канаде на полуострове Лаборадора вы только что видели. Джон Кэббот, он не считал, что Земля имеет форму груши. Он отправился через Атлантический океан наикратчайшим путем по дуге Большого круга. Отправился он искать северо-западный проход. Так получилось, что после открытия Америки все мореплаватели начали искать проход в Индию и Китай. Северо-западный или северо-восточный проход. Северо-западный проход. В обход североамериканского континента. На самом деле северо-западный проход существует. Это там где-то через арктический канадский архипелаг и через пролив, разделяющий Америку и Азию. Через Берингов пролив. И то же самое существует и северо-восточный проход. Через по северному морскому пути вдоль континента Азиатского, вдоль континента Евразии. И в конце концов опять через тот же самый Берингов пролив. То есть северо-западный и северо-восточный проход. Суть одно и то же. Это Берингов пролив, как оказалось. Но это оказалось много позже. Кэббот, собственно говоря, открыл северную часть американского континента. Вновь открыл для европейцев. Вот на картинке этого скучное достаточно плавание. По тому же маршруту потом плыл когда-то Титаник погибший. Значит, по самому короткому маршруту он отправился. Кэббот не единожды плавал туда. Значит, он проплыл вдоль тех берегов, где Америка. Где, простите, находится Нью-Йорк сейчас. Кстати, Нью-Йорк основали голландцы. Была, так называемая, голландская, вест-индийская компания. Вот, ост-индийские были французская, английская, голландская. А вот, вест-индийская была только одна голландская. И голландцы, так сказать, хапнули несколько территорий в новом свете. Одна из них была в районе Нового Амстердама, Нью-Амстердам, как теперь называется Нью-Йорк. Вот так вот. Вот человек, испанский конкистадор, первым пересекший континент насквозь в районе Панамского перешейка. Он, собственно говоря, был лидером местных поселенцев и сумел во время каких-то своих там переселенческих дел добрался, насквозь прошел через континент и открыл Тихий океан. В первый раз он его видел. Названия никакого он ему не дал. Америка носит название Америка в честь Америга Веспуччи. Америка Веспуччи был знакомцем Колумба, но долгое время не отправлялся никакие морские путешествия. С Колумбом вместе он, видимо, участвовал в подготовке первых двух путешествий, а потом, независимо от Колумба, в другом испанском путешествии плавал в Америку, открыл Амазонку, дельту Амазонки, поднялся внутрь, в глубину континента по Амазонке на 100 километров. В другое свое плавание он высадился на берегу современной Бразилии, поднялся на такой вот континентальный уступ, плоскогорье такой. Бразилия представляет себя внутри такой некой плоскогорье, углубился туда аж на 250 километров. Представляете, вот в дебре вот этой вот Бразилии он сумел углубиться. Вот он, Америго Веспутчи. И вот немецкий картограф, лотаринский, вернее, картограф, но вот с немецкой фамилией, я, боюсь, неправильно произнесу, типа, как звучит, типа, Вейст Мюллер. Вот он нарисовал карту западного полушария, нанес на нее, значит, вот эти вновь открытые берега, и он что-то как-то про Колумба плохо знал, и назвал его в честь Америго Веспутчи Америкой. Потому что Америго Веспутчи, на самом деле, очень, вместе с другими своими сопутешественниками, несколько тысяч километров береговой полосы нанес на карту, и стало ясно, что это непроходимая стена, непроходимая стена на пути из Европы в Азию, в восточном направлении. То есть вопрос так и остался стоять ребром. Колумб, открывший Америку, не открыл пути ни в Индию, ни в Китай, и вот этих вот проблем для европейцев как бы есть от этого слегка протухшее мясо, и при этом все-таки в рот как-то его втягивать, то есть с помощью вот этих всяких там имбирей, корицы и перца, это он вопрос не решил. Оставалось все-таки проблему путешествия к островам пряностей решать и после Колумба. Спасибо вам за внимание. В следующий раз продолжим эти путешествия к островам пряностей. До свидания.